Итак, пункт номер восемь. Поражение оппозиции. Поражение оппозиции. Поражение оппозиции. Поражение оппозиции. Поражение оппозиции. Склятвую, говорит Господь Савуов, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. О чем говорит Бог? Что как он мыслит, так будет, как он определил, так все состоится. По-другому не может быть никак. Поражение оппозиции также находится против их самих. Бог обладает своей властью, они сражаются с самим Богом. То есть против их самих. Их сражение с Богом в итоге обернется против их самих. Притча 2 глава. Рекомендую дома ее прочитать всю. А я прочту только последний стих. А беззаконные будут истреблены из земли, и вероломные искоренены из нее. Другими словами, знаете, как говорят, кто роет могилу, тот сам в нее упадет. Или кто меч подымет, тот от меча и погибнет. Поэтому вся оппозиция, которая выступает против Бога, она в итоге будет сама же и поражена. Также их действия в итоге обратятся в добро. Если мы вспомним историю, которая записана в Бытие, в 50-й главе, 20-й стих. Нет, Бытие, 50-я глава, 20-й стих. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Помните, да, чьи-то слова? Это Иосиф говорит. И вы помните, да, что оппозиция, которая была вообще выражена из его семьи, да, ну, самые близкие родные люди, его братья, они выступили против него, и закончилось это тем, что в итоге они проявили к нему агрессивность, да, они сделали ему больно, они сделали ему плохо на всех уровнях. И эмоционально, и физически, и духовно. Но в результате вся их борьба против него, она была выражена в том, что Бог употребил это на пользу. Поэтому всё то, что оппозиция сегодня делает против нас, если, конечно, мы страдаем не за то, что мы там бийцы, да, как написано там, злословники, а если оппозиция выступает против нас за имя Иешуа, потому что мы проповедуем это имя, то в итоге Бог всё это обратит в добро. Девятый пункт – внутренний оппонент. Внутренний оппонент. Внутренний оппонент – это верующие. И это, знаете, самое всегда такое вот, ну, для меня болезненное. Когда ты сталкиваешься с оппозицией со стороны твоих же братьев и сестёр. Когда тебя, допустим, не понимают твои родные, тебе печально, но тебе понятно, они не имеют мира с Богом, они не знают его, да, и им трудно тебя, может быть, понять. Но когда ты сталкиваешься с оппозицией со стороны верующих, то это очень трудно воспринимается. И внутренний оппонент, верующий, да, это тот, который приводит вас в уныние, с тем, что убеждает вас отказаться от прямого свидетельства, объясняя тем, что вы можете обидеть людей. Кто сталкивался с этим? Знаете, нас, евреев за Иисуса, очень часто обвиняют в том, что мы занимаемся агрессивным евангелизмом. Я скажу, с одной стороны, это правда, в действительности. Наш евангелизм, он агрессивен. Слава Богу! Вот. И обвиняют нас в том, что если мы где-то появляемся, начинаем евангелизировать, то в итоге другие могут переживать какие-то проблемы из-за того, что мы появились. Проблемы, может быть, со стороны государства, проблемы со стороны еврейских общин, рвутся какие-то отношения между христианами и еврейскими общинами, потому что мы появились и евангелизировали впрямую, лоб в лоб. И многие начинают нас убеждать, что это неправильно, что так не нужно делать. Потому что когда мы свидетельствуем прямо, то мы таким образом обижаем людей. Ну, посмотрите в Писании. Иисус никому не говорил откуда-то со стороны, да? Он не говорил, ну ладно, я тебя пожалею. Ты умрешь, пойдешь в ад, не зная об этом. Так Иисус не поступал. Он говорил конкретно. Когда пришел Никодим, да, какие-то там вопросы водил ему и так далее, Иисус говорил ему конкретно. Тебе для того, чтобы войти в Царствие Божие, тебе нужно родиться заодно. Конкретный ответ. Другого пути нет. Верующие, которые любят наш народ, я говорю о еврейском народе, и действуют нам во благо, но не дает Евангелие евреям ради дружбы с нами. В последнее время я столкнулся, знаете, с чем? Что многие верующие готовы жертвовать деньги на то, чтобы заниматься гуманитарной помощью, для того, чтобы там кормить кого-то. Но они абсолютно противятся тому, чтобы, например, пожертвовать деньги для того, чтобы провести какую-нибудь евангелизацию. Они говорят, мы любим еврейский народ, мы хотим благословить евреев. Вот вам деньги, купите им что-нибудь, чтобы они были довольны. Я говорю, но, знаете, нам не нужны деньги для того, чтобы купить что-нибудь им. Если вы хотите в действительности благословить еврейский народ и хотите пожертвовать деньги, то пожертвуйте, чтобы мы могли распространять Евангелие, чтобы мы могли напечатать литературу, раздать ее, чтобы мы могли издать новые книги, записать фильмы, распространить, сказать напрямую людям Евангелие. Нет, для этого деньги мы не даем. Потому что этим вы можете их обидеть. А мы и так уже достаточно много, как христиане, принесли вреда евреям. Поэтому мы не хотим сегодня их обижать. Мы хотим, чтобы они были довольны, что мы им помогаем. Или, например, знаете, есть такое понятие, как дружеский евангелизм еще в другом смысле, когда люди говорят, я не буду говорить человеку Евангелие до тех пор, пока не стану его другом. Вот когда я стану его другом, тогда я скажу ему Евангелие. Я скажу вам, что на самом деле это проблема. Потому что в итоге может произойти что? Вы вроде бы станете друзьями. И наконец-то, может быть, даже придет тот день, когда ты поймешь, что ты уже вроде бы готов сказать ему Евангелие, потому что он твой друг. Но случится менее худшее, это то, что он тебя готов будет выслушать по той причине, что ты его друг. Но не для того, чтобы узнать истину. Скажите, многие ли ваши друзья стали верующими? Я имею в виду мирские друзья, те, которые в мире. Многие ли ваши друзья стали верующими? Я скажу, мои немногие. Есть, но немногие. А знаете почему? Потому что одна причина, это то, что чаще всего, когда они готовы вас послушать, они готовы вас послушать только по одной причине, что вы их друг. И их абсолютно не интересует та весть, которую вы несете. Если вы в действительности хотите приобрести друга, то засвидетельствуйте человеку Евангелие, и если он примет эту весть, станет Детем Божьим, то вы приобретете не только друга, но еще и спасенного человека. И друга будете иметь настоящего. Можно? Как вы относитесь к альфа-курсам? Наверняка вы знаете, что это такое. Это тоже способ евангелизации, именно через устанавливание дружеских отношений с людьми и приглашение их на определенное служение, где потихонечку, постепенно несется благая весть небольшими порциями. Значит, во-первых, когда вы приглашаете человека на альфа-курс, он знает, куда он идет? Да. Правильно, да? Когда я говорю о дружественном евангелизме, я говорю, что вы, например, узнали, что этот человек, к примеру, еврей, да? И вы приходите к нему, допустим, познакомились, пообщались, попили чаю. Он не знает, что вы верующие. И он не знает настоящей цели вашего прихода. Он ожидает от вас, что вы просто приходите, потому что вам приятно с ним общаться, что вы хотите установить, может быть, дружеские отношения и так далее. Вы строите дружественные отношения. Вы не свидетельствуете человеку. Альфа-курсы, он направлен совершенно на другое. Во-первых, люди знают, куда они идут. Правильно? Пусть потихоньку, но у вас все равно идут разговоры на духовные темы, которые в процессе все равно переходят более и более к тому, что вы говорите людям и Евангелие, вы говорите о спасении и все остальное прочее. То есть, самое важное, если вы пришли к человеку и сказали, что вы верующий, понимаете, да? И у вас есть причина, по которой вы пришли, что вы хотите, чтобы на самом деле он был спасен. И в результате, если человек согласен с вами продолжать общение, вы можете устанавливать дружеские отношения с ним. Нет проблем. Устанавливайте отношения, продолжайте ему свидетельствовать и так далее. Вот о чем я говорю. Я ответил на вашу вопрос? А вот такая ситуация. У меня, например, есть в Кишиневе достаточно много друзей, которые говорят, в церковь мы идти не хотим, но нам интересно общаться с тобой на эти темы. Я периодически посещаю их, мы общаемся. То есть, не проходят встречи, чтобы не шло речи о Боге, о Христе, значит, о взаимоотношениях вот этих вот. Как рассматривать это? Не может ли это быть попыткой украсть мое время? Я не думаю, что если... Смотрите, когда мы говорим о том, чтобы украсть время, во-первых, мы говорили об уличной евангелизации. Помните, да? Что когда вы выходите на улицу, там, на несколько часов, допустим, и ваша цель это свидетельствовать людям, ваша цель раздавать литературу, ваша цель сказать Евангелие, получить адрес для того, чтобы потом, может быть, встретиться вот так, как вы говорите, провести эту встречу, может быть, за чашкой чая, поговорить там, почитать Слово Божие, поговорить о каких-то духовных вещах, о том, чтобы открыть человеку большее из Писаний. То, о чем вы говорите, это как последующая работа, которой мы все занимаемся в том смысле, что мы встречаемся с этими людьми, у которых мы получили адреса. Для того, чтобы уже рассказать им о вере не кратко, а для того, чтобы погрузить их в познание веры, рассказать о том, почему мы верим, на каком основании и так далее. То есть, это уже не потеря времени, это ваше служение по отношению к вашим друзьям. Здесь вы приходите, даже если вы просто встречаетесь со своими старыми друзьями, вы говорите, может быть, на разные темы, но в итоге, вы можете подумать, все равно всегда заходят разговоры о духовном. Правильно? И причина, потому что ваши друзья знают, что вы спасенный человек, что вы христианин. Так? И даже если вы, может быть, где-то промолчите, они вас просят тогда об этом. Обязательно зададут какой-нибудь вопрос именно духовный. Но когда люди не знают, что вы христианин, будут ли с вами они говорить о духовных вещах? Вы будете говорить о чем угодно. Знаете, один мой хороший друг, он сказал, очень мне понравилась, интересная мысль, он говорит, верующие между собой могут разговаривать о чем угодно, а верующие с неверующим может разговаривать только об Иисусе. Понимаете, да? Хорошая, вот мне понравилась, хорошая фраза, хорошее выражение. То есть, понятно, если вы имеете встречу там по работе или еще по какому-то вопросу, то занимайтесь работой. Но если вы имеете встречу, которая просто для какого-то общения и так далее, да, то всегда найдите путь для того, чтобы говорить именно Евангелие, говорить об Иисусе, говорить о вере. Иначе эта встреча просто бессмысленна. Хорошо, тогда вопрос такой, скажем, завязались какие-то дружеские, ну, приятельские для начала отношения с человеком. Значит, в какой форме лучше заявлять о своей вере? Можно, я предложу два варианта, можно радикально заявить «я верующий» и дальнейшие отношения мы будем строить на этом. Значит, либо другая форма общаться с ним о том, о чем он общается, но при всем при этом, ну, как правило, я делаю разговор, я всегда стараюсь вывести именно в русло духовного общения, общения о Боге, о Христе. Послушайте, вопрос не идет о том, чтобы общение должно быть какое-то радикальное. Вы же не в результате, вы же не робот, да, вас запрограммировали, и вы вот... Вас же не запрограммировали, что вы должны вот так вот идти и так далее, да? Я скажу, на самом деле, сегодня, если вы пообщаетесь с людьми мира, да, просто обратите внимание, все темы разговора с чем связаны? Кто сразу даст ответ на этот вопрос? Все разговоры связаны в первую очередь о сексе, потом деньги, тряпки, то есть, и если люди не знают, что вы верующий человек, они с вами начнут говорить сразу приколы разные и так далее, анекдоты, причем похабные и все остальное, то есть, и вы ни человеку не сказали о том, что вы верующий человек, вы ему скажете, ты знаешь, я не могу говорить на эту тему, мне это неприятно. Он подумает, что вы больной человек просто, правильно? Как это, всем приятно, всем нормально, а вам неприятно? А вы просто строите с ним отношения и пытаетесь, или вам придется говорить на эти темы, да? Вам придется участвовать в этом греховном словословии. Так или нет? Поэтому подходите к вопросу разумно, но мы будем об этом говорить позже. Значит, десятый пункт. Наша реакция на оппозицию. Наша реакция на оппозицию. Первое, что мы должны делать из книги Неемии, помните, мы узнали? Молиться. Мы должны молиться. Любая реакция на оппозицию должна выражаться в первую очередь в молитве. Таким образом, мы выражаем, что? Доверие и упование на Бога. Что в действительности только Бог может нам, во-первых, дать силы противостоять этому, дать силы, чтобы мы там сами не возмущались, они начинали вести себя точно так же, как они. и во-вторых, потому что только Бог может в действительности посрамить этих людей или эту оппозицию, которая выступает против нас. Второе, мы должны быть готовыми. Мы должны быть готовыми. Также помните, как Ниемия, они что делали? Они молились, да, но с другой стороны, они что, поставили людей, которые сторожили днем и ночью, чтобы никто на них не напал. Они были готовыми. И также Ефесянам 6 глава с 12 по 20 стих, где говорится о всеоружии Божьем, что мы должны быть всегда что, вооружены? И очень опасны. И очень опасны, да, для дьявола. Да, для дьявола. Ифесянам. Ифесянам 6 глава с 12 по 20 стих. Третье, что нам необходимо делать, это разбираться с их неверием и предрассудками, а не с их аргументами. Помните, чаще всего, что особенности, если мы говорим, ну, сегодня я уже сказал, что можно встретить те же самые, в принципе, слова и со стороны людей, которые себя выдают за православных, которые говорят, мы православные, там, и так далее. Вот. И то же самое со стороны еврейских людей. Чаще всего их доводы, которые они приводят, это просто то, что они где-то услышали. Это даже не их мнение. Например, многие евреи, они сразу заявляют, Иисус не для евреев, это Бог русских. Это часто вы можете услышать, если вы разговариваете с евреем, вы часто можете это услышать. Иисус, это не для евреев, это Бог русских. Причем здесь евреи к Иисусу. И это всего лишь говорит о том, что наш народ, он был просто так научен. Ему это, знаете, что дети вдалбливали веками в голову, как говорят, с молоком матери они принимали это, что с именем Иисуса только идут какие-то негативные вещи еврейскую жизнь. Поэтому от имени Иисуса надо держаться подальше и все, что с ним связано. Поэтому нужно разбираться с этим, говорить людям, показывать им, что на самом деле, кто ее есть Иисус, для чего он пришел, кому он пришел. То есть разбираться с их невериями и с их предрассудками. Если человек примирится с Ишуа, то все его предрассудки, все это останется где-то далеко в стороне. Также нужно помнить, что их тактика увести нас с пути. Поэтому нам необходимо продолжать делать свое дело до конца. При этом верить, что Слово Божье истинно и что вы спасены это факт и реальность. И что то поручение, которое вы получили от Бога, это приоритет вашей жизни. Также общаться с другими верующими, продолжать и трудиться для Господа. Знаете, как только в жизнь человека приходит какая-то неуверенность, особенно касающаяся веры, первое, что он делает автоматически, он старается избегать общения с верующими. Я говорю о верующем человеке. Первое, что он делает, он пытается избегать общения с верующими. И начинает искать какого-то общения вне общины, вне верующих, где-то в другом месте. Как только у него появляются какие-то сомнения. Поэтому если... Просто помните, что такое может случиться. Потому что так написано, что если ты стоишь, бойся, что ты можешь упасть. Но помните, что если вдруг приходит когда-либо какое-то сомнение, вам нужно что делать? Молиться и идти общаться с другими верующими. Потому что через это вы сможете получить определенную духовную поддержку, силу и так далее. и трудиться для Господа. Также мы должны помнить, что мы противостоим оппонентам, но заниматься нам необходимо только заинтересованными или открытыми неверующими. мы противостоим оппонентам, но нужно помнить, что заниматься необходимо заинтересованными или открытыми неверующими. помните, я вам рассказывал о том, как я встретил своего знакомого, который был таким иудействующим, посещал синагогу. И мой разговор с ним был абсолютно бесполезен, был бы потерей времени, понимаете? И если бы я бы остановился с этой женщиной, которая была свидетелью Иеговых, и с ней бы пытался дискутировать, это было бы тоже просто потерей времени, бесполезно. Поэтому за это время я мог лучше свидетельствовать людям, которые в действительности в этом нуждались, неверующим людям, которые, может быть, сегодня были открыты к тому, чтобы услышать Евангелие и получить Евангельскую весть. Знаете, я не хочу говорить о том, что не надо говорить с теми, кто убежден и в чем-то другом. Но я скажу, что если вы точно не уверены в том, что у вас есть призвание к этому, лучше не заниматься этим. Потому что есть люди, которые призваны к тому, чтобы разговаривать, знаете, с разными видами утвержденных людей, такими там, как свидетели Игова или еще какие-то группы. Они специально там готовятся к этому, они изучают какие-то специальные программы и так далее, и так далее. И я скажу, что у них тоже бывает плод, бывает успех. Без вопросов. Но чаще всего у них бывают плод и успех там, когда они находят человека, который находится сам в каком-то определенном колебании. Понимаете, да? А обычно очень много тратится время на то, что там, где, как я бы сказал, два барана встречаются на узком мосту, на узкой дороге. Знаете, что с ними происходит? Они оба умирают, потому что ни один не уступает дорогу другому. Они сцепливаются рогами и толкают друг друга, и оба умирают в конце концов. Поэтому лучше не быть подобным таким баранам. Лучше искать тех, кто открыт сегодня к Евангелию и стремится к тому, чтобы достигнуть как можно больше людей. Если вы не призваны, конечно, к тому, чтобы заниматься проповедью именно к таким группам людей. Следующее, не дискутируйте с Ановолатом, возводите стены. Помните, когда он хотел их отозвать? Он говорит, ну остав свою стену, приходи, мы поговорим с тобой, правильно это или неправильно. Не надо об этом говорить, правильно или неправильно. Ему хочется, пусть он сам об этом думает, а вы занимаетесь тем, для чего вы были призваны и для чего вы были посланы. Очень важно, не бойтесь. Не бойтесь. Евангелие от Матфея, 10 глава. Евангелие от Матфея, 10 глава. Бог в этой главе трижды говорит нам о том, чтобы мы не боялись. 26 стих. И так не бойтесь ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, что не было бы узнанно. 28 стих. И не бойтесь убивающих тело души, же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. 31 стих. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. трижды Бог говорит, обращаясь к тем, кого Он посылает. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Идите, исполняйте то поручение, которому Я вас призвал. Еще мы поговорим о реакции на словесную или физическую оппозицию. Все в порядке, не переживайте. Пункт 11. Наша реакция на словесную или физическую враждебность. Сейчас мы поговорим о том, как стоит ставить блок и как плюваться в ответ. Реакция на словесную или физическую враждебность. Значит, наша реакция идеологически должна быть такой. Необходимо отстранить себя лично и помнить, что вся оппозиция на самом деле направлена не на нас. Она направлена против Ишуа. И мы в данном случае получаем только по одной причине. Потому что мы за него, да. В этом причина. Не потому, что кому-то не понравился мой нос. Или для кого-то я плохо улыбаюсь. Или слишком. Или слишком, да. А вся причина заключена только в том, что я представляю его здесь. И это другим не нравится. Что Ишуа представлен здесь мной в данном случае. Им абсолютно все равно, как я выгляжу. Вся злоба, вся враждебность направлена на его личность. Поэтому отстраните себя лично. И помните, что оппозиция вся эта враждебность, да, словесная или физическая, она направлена на самом деле не на вас. И также в то же самое время отождествите себя с Мессией. Отождествите себя с Мессией. Послание к евреям, первая глава, третий стих. Сей будучи сияния славы и образом ипостаси его, и держа все словом силы свои, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величие на высоте. Он сделал все для нас. Нам осталось всего лишь только навсего пойти и иногда может быть немножко пострадать за него. Чуть-чуть. Знаете, те, кто пострадал больше, они получили награды в итоге больше. Вы в курсе об этом, да? Поэтому я скажу вам, тем, кому вообще голову отрубили, они воскреснут первыми, так написано, они в особом положении пред Господом. Так что любое страдание во славу Его имени это почетно. Я это не говорю к вам для того, чтобы вы все стали вдруг аскетами. Знаете, и стали себя истязать каким-то образом или так далее. Я говорю это вам для того, чтобы вы были свободны, без страха и всякого сомнения в том отношении, когда вы будете проповедовать о Нем. И знали, что если даже вам придется пострадать, то это привилегие. Аминь? Хотя трудно на это сказать аминь, я понимаю, но это правда, и мы должны ее принимать такой, как она есть. Также наша реакция, которая будет выражена функционально. первое не защищайте себя словесно от того, кто явно враждебен. Не защищайте себя словесно от того, кто явно враждебен. Не защищайте себя словесно от того, кто явно враждебен Знаете, люди могут вас оскорблять И так далее, подходить каким-то образом Знаете, есть такие люди, которые начинают Ну ты что там? Ну ты чего там? И так далее, в такой агрессии какой-то подходить к вам И вот так вот как-то выступать против вас Самый лучший способ в таком случае Знаете, сказать человеку снова Евангелие Это лучший способ Сказать, что Иисус любит его И Иисус пошел за тебя на Голгофский крест Чтобы твои и мои грехи были искуплены на этом кресте Чтобы мы с тобой могли иметь жизнь Обычно люди, знаете, они как бы успокаиваются и куда-то уходят Когда вы им начинаете свидетельствовать Они как бы сразу, тут же Все это пропадает Не стоит себя никаким образом защищать словесно Что я не такой, как ты обо мне говоришь Или еще что-нибудь Это никому не нужно Свидетельствуйте, вы продолжаете делать свое дело Не позволяйте никому касаться вас Мы говорили уже об этом, помните, да? То есть если человек просто там вас трогает и так далее Вы просто попросите Скажите, знаете, я бы попросил вас Не надо меня трогать Вот Мы можем продолжить разговор Ну вот отрагиваться до меня Касаться меня Не надо, пожалуйста Помните, что если люди соблазняются То пусть это будет соблазн Креста Понятно мое выражение или нет, да? Чтобы они не соблазнялись никаким образом из-за вас Что вы что-то сделали не так Или что-то вы сказали неправильно Или вы вызывающие себя как-то повели И в итоге вызвали какую-то агрессию со стороны людей Если люди соблазняются Пусть это будет соблазн Креста Если вы прибегаете к юмору В отношении того, кто враждебен То ваша улыбка должна быть теплой Если вы прибегаете к юмору Очень часто, знаете, есть такая агрессия Которая, ну, она может быть с одной стороны безобидная Но людям, мне это не надо Я не еврей Вот Я, знаете, я так обычно мило улыбаюсь и говорю людям Ну, вам нужен Иисус Потому что вы такой же грешник, как и все остальные Вам просто нужно покаяться Поэтому я вам предлагаю этот трактат Ну, или разные, могут быть, другие варианты В отношении того, что вам будет сказано Ну, мы иногда шутим, там, знаете, в таком плане Например, люди идут Я не умею читать Я говорю обычно людям Для вас здесь картинки есть Ну, или что-нибудь в таком роде Не будьте саркастичны с тем, чей гнев возрастает Не будьте саркастичны с тем, чей гнев возрастает То есть, ну, вы должны понимать, да, где можно еще пошутить А где уже лучше не надо шутить Потому что если смотрите, что человек уже просто какой-то такой Подошел уже на каком-то эмоциональном взрыве, да Есть определенный принцип Чем громче они, тем мягче я Чем громче они, тем мягче я Кроткий ответ отвращает гнев Наставление из Писания Кроткий ответ отвращает гнев Очень важно, никогда не применяйте физическую силу в ответ Никогда не применяйте физическую силу в ответ Если кто-то ударит вас То, в принципе, возможно даже сообщить об этом в милицию Ну, если, как бы, еще, ну Есть смысл этого, понимаете, действия? Да, воспитывать никого не надо Вот, то есть если вас ударили и вы, допустим, может быть Знаете, у нас был такой случай, что один и тот же человек В Москве, что он делал? Он каждый раз, это был еврей, не помню, как его звали Он, короче говоря, каждый раз проходил возле наших миссионеров Собирал полный рот слюны И плевался в лицо И он делал это постоянно Вот В итоге один наш брат Вот Когда тот в него плюнул, он его схватил за руку Вот, стал свистеть И здесь милиция пришла Ну и вот он говорит Вот этот человек меня плюнул, вот смотрите И он делает это постоянно Ну и тот, а тот вместо того, чтобы, знаете, как-то там Типа хотя бы успокоиться, да А он еще стал там выступать, еще орать там и так далее То есть его милиция забрала Вот Ну задержали, как положено там на довыяснение там личности и так далее Вот Потом штраф Ну там каких-то, не знаю, там 15 зарплат или что там Как-то там за фулиганство какое-то Вот Ну и я скажу вам, что на какое-то время он успокоился То есть он пропал Перестал вот это вот бегать там То есть бывает иногда Да, ну, то есть можно просто прибегнуть К тому, что считается нормальным Законы власти А вот Понимаете, да? Это нормально Если в этом есть смысл Потому что, если, допустим, вас из толпы кто-то ударил Ну на кого будете заявлять милицию? Если кто-либо ударит вас при людях Вы можете упасть Но не принимайте защитную позу Потому что это может усугубить дело Также в Москве был такой случай Подошла группа Ребят бритых К нашему одному миссионеру Вот И один из них ударил его Ну они как бы там вначале просто выступали Знаете, так это вот А потом один из них взял и ударил его Ну и он как бы защитился То есть отбил этот удар Вот Результатом последовало то, что вся эта группа стала его избивать То есть лучше в таком случае, знаете Просто упасть даже на пол Вот Не обязательно терять сознание Просто упасть на пол При этом При этом При этом рекомендуем Мужчинам Прикрывать Один очень важный орган И так же голову Вот Да И Это все смешно выглядит, знаете Когда вы не попадаете в эту историю Я вам расскажу одну историю И после этого закончим Попытаться убежать? Попытаться убежать? Ну Нет смысла Вы должны остаться на месте Помните? Хорошо Расскажу историю Мы закончим И завтра мы продолжим Будем обсуждать много еще чего Когда я прослушал вообще этот тренинг в Москве Первый раз Я попал на такую евангелизацию в 96-м году Прослушал этот тренинг Знаете, я вам так еще, так скромно рассказываю А брат, который проводил этот тренинг Он показывал все это в красках Как падать Как себя вести В каком случае Как свистеть и так далее После этого тренинга Знаете, когда мы подошли к метро Во мне такой страх поднялся И ноги просто одервенели И я Ну Просто не мог спуститься вниз Вот так все шли И я как бы вместе с ними Знаете, вот просто шел Как на убой просто Страшное дело просто Со мной После того, когда все это я выслушал А вот И стоял так И стоял так, значит, с этими трактатами И Вот так вот давал трактат И старался, чтобы люди Как-то быстрее мимо меня прошли Чтобы ничего со мной не случилось Очень было страшно Я пытался и молиться Но ничего не помогало просто Просто страх Он меня, знаете Сковал Когда мы вернулись назад Другой брат проводил Следующую часть тренинга Знаете, он предложил места из Писания Который говорит Я вам рекомендую всем выучить их И когда вы идете в метро Просто если вам страшно цитировать Там эти места, молиться и так далее И Я тогда выучил отрывок из Писания Который назывался Исайя 41.10 Мы вчера его зачитывали Не бойся, ибо я с тобой Я укреплю тебя Я поддержу тебя И понесу десницу Как-то там Правды моей Да Знаете, я выучил этот стих Пришел когда к метро Страшно Вот Начал цитировать Этот стих пошел в метро Как-то действительно полегчало Скажу вам Вот И После того случая Когда меня душили В метро Мне вообще попустило Знаете, стало абсолютно Как-то проще и легче Я уже знал Что со мной может произойти И уже следующие какие-то там Оскорбления Там Вот эти вот Какие-то там толчки Там Кто-то плевался Кто-то еще что-то говорил Я молился Цитировал этот стих из Писания И Мне как-то уже было нормально Но вначале было страшно И побороть этот страх Было трудно Но когда С Божьей милостью Я его поборол Все пошло совершенно Другим образом Аминь